Игорь. 37 лет. Бизнесмен. Любящий муж и заботливый отец троих детей. В свободное время любит путешествовать с женой. Игорь стойко перенес процедуры инъекции ботокса, гиалуроновой кислоты, а также процедуру лазерной шлифовки лица. Очень рада вас видеть, Игорь. Рада, что практически все побочные, все неприятные эффекты после нашей шлифовки уже позади. Я хотела бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями, своими воспоминаниями о том, какой был первый день после процедуры. Что вы почувствовали несколько часов спустя после анестезии? Была ли боль? Нетерпимая боль или нетерпимая? Хотелось бы узнать. На данный момент, если я ощущаю похудевшим на лицо, а молодец, после процедуры некомфортно было первые два часа. То есть какое-то было жжение, ощущалось, что анестезия, наверное, сходила. То есть было неприятно. Но спустя два часа у меня такое ощущение сложилось, что я как будто одел из фильма маска. То есть я одел маску. Немножко скованное было ощущение, но не было такого дискомфорта. Вот. Ну, через два дня после того, как это все начало, грубо говоря, просто смываться водой. То есть это исчезло, и ощущение неприятное. Вполне спокойно, нормально. Итак, все, что мы хотели по поводу улучшения состояния кожи лица, мы уже сделали. Нам осталось время, чтобы процедуры все вместе проявили себя. То есть с течением еще двух недель будет улучшаться и качество кожи, и поры будут сглаживаться, и гиалуроновая кислота примет свои нужные формы. То есть интегрируется в кожу какая-то часть. Качество и общий вид вы к ней привыкнете, к этим ощущениям. То есть эффект по поводу лица еще впереди. Сегодня мы займемся вашей шеей. Хочу еще раз подчеркнуть, что это скорее профилактическая процедура, нежели есть какие-то реальные выраженные проблемы. Пока состояние кожи достаточно хорошее, состояние кожи шеи, это тот самый момент, когда с ней нужно работать. К сожалению, когда уже она обвисает, вы очень часто видите, когда у людей в данном уже все, там мы, к сожалению, помочь многим не можем. Но сейчас, когда эластичность еще сохранена, то есть фибробласты достаточно активны, мы можем их стимулировать, чтобы они продуцировали коллагена еще больше, соответственно, более длительное время состояние кожи будет идеально. Мы делились с нашим героем две недели. Это было время для его реабилитации, в кавычках, скажем, восстановления. То есть для того, чтобы он забыл все, что с ним произошло во время лазерной шлифовки, сегодня это будет процедура по поводу улучшения качества кожи шеи. Это будет фотолифт. Фотолифтинг – это исключительно очень интересная процедура, которая в медицине эстетической завоевывает свои позиции вот с каждым годом все больше и больше. Объясню, почему. Поначалу это была процедура, которая просто использовалась для того, чтобы бороться с сосудистыми звездочками, с пигментными образованиями. То есть и как побочный эффект было изменение со стороны улучшения качества кожи. С течением времени доктора стали замечать, что пациенты, которые делают хотя бы раз в год, хотя бы одну процедуру по поводу других изменений, очень локальных, очень небольших пятнышек, замечать, что если вы сделали еще несколько вспышек вокруг, то эта часть кожи, эта сторона чаще всего становится лучше, становится более эластичной, изменяется, уменьшается размер пола и улучшается качество и плотность кожи. Стали искать, почему, что происходит в этот момент, в этот момент этой процедуры. Еще раз говорю, что практически не было мысли о том, что что-то идет работа относительно коллагена. И с течением времени было доказано, сделано клиническое исследование, когда делали эту процедуру на ладони, потом брали биопсию и выяснили, что вплоть до того, что меняется экспрессия гена. То есть кожа практически становится моложе в зоне, где мы сделали процедуру. Аппарат называется Clearlight. По сути, это фотовспышка, это определенная длина волны, которая практически прогревает глубокую часть дермы, но мы остужаем, охлаждаем эпидермис. И практически Игорь ничего не почувствовал. То есть охлаждение идет динамическое, то есть практически поверхность аппарата, поверхность самого стеклышка все время холодной, идет охлаждение. Вы слышали, как он гремит сильно. Это именно система охлаждения работает для того, чтобы сохранить эпидермис неповрежденным. Итак, что происходит? Происходит чудесное изменение, потому что в момент нагревания кожи глубоких слоев идет стимуляция выработки нашего собственного коллагена. На самом деле идет ретракция уже существующего коллагена, то есть он стягивается, сокращается с одной стороны, и с другой стороны это же тепло стимулирует образование нового коллагена, в частности, ну и всех процессов, то есть активирует все процессы в коже. За счет этого и получается та самая молодость, свежесть, эластичность кожи. Данную процедуру можно делать, в принципе, в совершенно разных местах. Что касается тела, внутренняя поверхность бедра, внутренняя поверхность плеча, то есть везде, где есть нарушение эластичности, нарушение тонуса кожи, это может быть тыл, кисти, это может быть шея, это в конце концов лицо. В данном случае Игорь мы предложили сделать именно шею, потому что лицо и так уже получило достаточно много внимания, и, в общем-то, хотелось сделать что-то полезное, позитивное, то, чтобы не было, во-первых, большой разницы между ушей и лицом, и для того, чтобы, в общем-то, это было, ну, как бы, кирпичиком на будущее, то есть чтобы не ухудшался процесс. Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, эта процедура, да, очень приятная, очень комфортная, то есть вы пришли, сделали, и, в общем-то, можете идти на работу, в офис, никто ничего не заметит, никаких изменений на коже, но, как правило, то есть те процедуры, которые не требуют восстановления, требуют повторения, поэтому эту процедуру необходимо осуществить как курс, как минимум 3-4 процедуры с интервалом его 10-14 дней. В зависимости от толщины и плотности кожи, мы немножко будем параметры процедуры немножко менять, поэтому женщина-мужчина, да, она показана что одним, что другим, лишь с тем исключением, что это будут разные параметры, может быть, вплоть до того, что будут какие-то такие вот ощущения покалывания и выраженного тепла. Наш комплекс процедур для Игоря закончен, осталось дать время, чтобы они подействовали, чтобы они проявили себя, и очень скоро мы увидим картину до и после процедуры.